МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВСФЕРА время городских новостей. Здравствуйте в студии Ольга Авилкина. Вчера в администрации Иловайска по инициативе руководства города прошел очередной круглый стол с участием рабочей молодежи, представителей полиции, добровольной народной дружины и профсоюзной организации железнодорожной станции. На этот раз предметом дискуссии стали такие непростые понятия, как мир и терроризм. Молодежь за культуру мира против терроризма. Такая тема была предложена для дискуссии организаторами круглого стола. Считаем это очень важным, потому что террористами не рождаются, террористами становятся. Если мы сейчас упустим нашу молодежь, то неизвестно, во что она превратится и в какую сторону она повернется, чтобы нам на старости лет не пришлось бороться с нашими же воспитанниками. Поэтому сейчас, как в плодотворную почву, в их головы надо вложить то доброе и вечное, чему учили нас и учили наших отцов и дедов. То есть любить родину, защищать старших, младших, уважать женщину и так далее и тому подобное. Дабы наши противники посредством интернета, телевидения и всего прочего не вложили в эту плодотворную почву свои идеалы, которые противоречат нам фашизм, экстремизм и так далее и тому подобное. Сотрудники администрации Иловайска подготовили информацию о самых громких и самых кровопролитных терактах в мировой истории. Обратили внимание и на то, что в многонациональном и многоконфессиональном Советском Союзе не допускали трагедий, подобных тем, какие сегодня приводят в ужас очевидцев. Участники круглого стола сошлись во мнении, что одних лишь митингов и заседаний для противостояния экстремизму недостаточно и предложили свои идеи, реализация которых могла бы эффективно помочь в борьбе с террором. Предстоящее воскресенье в праздничном календаре республики значится как День работников жилищно-коммунального хозяйства. В Харциске в этой отрасли трудится более тысячи человек. Сегодня они принимали поздравления с профессиональным праздником. Так уж сложилось за долгие годы, что жилищно-коммунальное хозяйство остается одной из самых противоречивых отраслей городской инфраструктуры. Горожане любят поворчать, когда коммунальщики опаздывают на вызов или не успевают вовремя ликвидировать последствия каких-то погодных катаклизмов, но при этом всегда остаются благодарны скромным работникам сферы ЖКХ, пришедшим на помощь и предотвратившим очередную бытовую катастрофу. Нередко рабочий день харцисских коммунальщиков начинается чуть ли не затемно и длится до позднего вечера. Часто без выходных и праздников они обеспечивают бесперебойное снабжение города водой, теплом, газом и светом. Отвечают за содержание жилого фонда, благоустройство дворов и озеленение Харциска. В общем, делают все, чтобы в наших домах было уютно, а на улицах чисто. В преддверии дня работников ЖКХ в городском дворце культуры, слесарей, дворников, диспетчеров и других бойцов невидимого в нашей повседневной жизни фронта поздравил и поблагодарил за добросовестный труд исполняющий обязанности главы городадминистрации Александр Левченко. Трудно себе представить наши города и поселки без вашего труда, без вашего огромного вклада. Благодаря вам в наших домах тепло, в наших домах уют, на улицу у нас светлые, чистые. Трудно подобрать слова, для того, чтобы выразить вам искреннюю благодарность. Я не побоюсь этого слова всех наших жителей Большого Харциска. Пожелать вам этот день всего самого наилучшего, добра, здоровья, благосостояния. За исполнительность, оперативность и самоотверженность в работе коммунальщики были награждены почетными грамотами от администрации города. Несколько ярких штрихов в праздничную атмосферу торжественного мероприятия добавили солисты и творческие коллективы ДК. В Украине продолжается непрерывный процесс превращения громких ПРМО в такие же громкие зрады. Так, победа над «Газпромом» обернулась холодом в квартирах украинцев. Переименование городов никак не улучшило их инфраструктуру. Одна из самых раскрученных героинь Украины стремительно превращается во врага нации. Подробности в нашем пятничном дайджесте новостей Украины. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил обладательницу звания Героя Украины Надежду Савченко ни много ни мало в подготовке теракта в Верховной Раде и настаивает на ее аресте. По версии украинской прокуратуры, депутат Савченко в сговоре с руководителем Центра офицерский корпус Владимиром Рубаном готовила государственный переворот. У следствия есть незаперечные доказы того, что Надя Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично распорядовала указки про то, как провести террористический акт тут, в этом зале, минометами обрушивших купол Верховной Рады и автоматами добивающих тех, кто выживет. Сама Савченко все обвинения в госизмене отвергает. Впрочем, после допроса в СБУ она заявила, что, цитата, военный переворот в Украине – это, наверное, очень правильное событие. Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, которые абсолютно согласны с точки зрения, что военный переворот в Украине – это достаточно ожидательная и, наверное, достаточно правильная события. Полторы сотни многоэтажек, несколько школ, детских садов и местная поликлиника в Кропивницком, бывшем Кировограде, снова оказались без тепла. Газовщики отказываются подавать газ на пять местных котельных, ссылаясь на долги города перед компанией. Местные власти утверждают, что ни о какой задолженности в 3 миллиона гривен они не знают. Пока чиновники разбираются с руководством Кировоградгаза, жители Кропивницкого вышли на акцию протеста. К входу в офис предприятия горожане принесли автомобильные шины, куда ж без них, и обещают устроить круглосуточный пикет до тех пор, пока подача тепла не будет возобновлена. С начала марта в Днепре, бывшем Днепропетровске, произошла целая череда провалов дорожного покрытия на разных городских дорогах. Так, в первый день весны коммунальщики засыпали глубокую яму в асфальте на улице Староказацкой. На следующий день рядом с ней возникла новая. Через неделю огромная дыра в асфальте появилась в одном из городских переулков. А вчера внушительных размеров провал образовался на улице Щепкина. Пришлось перекрывать движение транспорта. В связи с инфляцией и обесцениванием национальной валюты в Украине собираются вывести из обращения бумажные купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Национальный банк Украины презентовал их металлические аналоги. Монеты белого цвета почти вдвое меньше по размеру, чем бронзовая гривна, которая сейчас находится в обращении и намного легче ее, поскольку сделаны из цинкового сплава. На Аверсе изображены портреты, которые украинцы привыкли видеть на бумажных банкнотах. Монеты номиналом 1 и 2 гривны планируют соввести в обращение уже в конце апреля, а металлические 5 и 10 гривен появятся в обороте не раньше 2020 года. Тогда же, кстати, в Нацбанке намерены прекратить выпуск их бумажных аналогов. В Мариупольском зоопарке деревня Вашуры наблюдается бэби-бум. В начале года у пары медведей Потапа и Настя родился кроха медвежонок, а теперь вот дала потомство и пара двугорбых верблюдов Джуны и Дуная. Рождение в зоопарке маленького верблюжонка – случай нечастый, поскольку в неволе животные размножаются только в том случае, если содержатся в очень комфортных и благоприятных условиях. Верблюда определяют по тому, какие у нее горбы. Вы вот если там поснимали сейчас эти горбы, если горбы большие, значит это признак благополучия. А у нас такие горбы, я просто по Украине пройду, таких горбов ни у кого не вижу. Верблюжонок появился на свет 10 дней назад. Малыш хорошо себя чувствует, очень любит коровье молоко и уже уверенно стоит на своих четырех ножках. До окончания учебного года остается еще больше двух месяцев, но для 370-11 классников, завершающих обучение в школах городов и поселках Большого Харциска, уже начинается горячая пора подготовки к выпускным экзаменам. Есть среди старшеклассников и те, кто намерен поступать в российские вузы и кто начал готовиться к такому испытанию, как ЕГЭ. В 2015 году школьная программа в ДНР была максимально приближена к программе, которая заложена в основу обучения в школах Российской Федерации. Это дало возможность нашим выпускникам поступить в вузы России, где главным требованием для абитуриентов остается сдача ЕГЭ. У нас, во-первых, есть такие ученики, которые решили связать свою дальнейшую учебу с высшими учреждениями Российской Федерации. Их 20 детей, которые зарегистрировались официально. Все процедуры регистрации осуществляются через Республиканскую службу по контролю надзору в сфере образования ДНР. Регистрация осуществляется и затем ребятам на их личные адреса приходит вся информация о месте, времени и сроках поступления. По словам Виктории Калиты, на сегодняшний день выпускникам Харцизских школ уже известен график и место проведения ЕГЭ. Существуют и специальные интернет-сайты, с помощью которых можно самостоятельно подготовиться к сдаче единого государственного экзамена. Существует официальный информационный портал единого государственного экзамена, на котором расположены условия проведения, сроки и даны образцы заданий, то есть демоверсии, сборники. Существует также еще хороший сайт для родителей, для учеников, для учителей, Федеральный институт педагогических измерений, на котором расположены демоверсии и варианты заданий, начиная с 2015 года. Первое испытание харцизским выпускникам, решившим поступать в этом году в российские вузы, предстоит пройти в конце мая, но уже сегодня они активно включились в процесс подготовки к сдаче ЕГЭ. Я решила поступать в Южный федеральный университет города Ростова на психолого-служебной деятельности. Мне нужно сдавать биологию, математику и русский. Биология как предмет. Я готовлюсь, вот езжу на курсы в Донецк как бы и готовлюсь по форме ЕГЭ. Я нашла в интернете задания образцовые и потихоньку выполняю их. Предположительно, я хочу поступить в Радиотехнический университет города Таганрога, но еще рассматриваю такой вариант как факультет иностранных языков. Я решаю билеты к нашей государственной итоговой аттестации, также езжу на курсы в Донецк, ну и в интернете нахожу варианты ЕГЭ. Дополнительным источником информации о едином государственном экзамене для выпускников школ ДНР стали онлайн-конференции с участием преподавателей российских вузов. Конференция была по информатике. Ну, мы там разобрали все задания, их всего 27 по информатике. Самые сложные – это четыре последних. Они идут на программирование. Онлайн-семинары по подготовке к сдаче ЕГЭ выпускников школ Республики проходят в рамках процесса интеграции ДНР в правовое поле Российской Федерации. Сегодня в Харцизском технологическом техникуме состоялась студенческая конференция-выставка, посвященная профессионально-техническому творчеству молодежи. На традиционную уже третью по счету конференцию в ХТТ приехали представители 12 учебных заведений Республики – колледжей, техникумов, лицеев и училищ. В первые свои разработки на студенческой выставке представили ученики трех харцизских школ – 19, 25 и 24. В конференции-выставке «Научно-техническое творчество молодежи как способ формирования профессиональных компетенций» приняли участие 35 учащихся техникумов, лицеев, училищ, колледжей и школ. Главная особенность этой конференции – в ее практической направленности. Представленные участниками материалы – это не просто скомпилированные тексты из интернета, а сделанные своими руками модели. Поэтому на все вопросы членов комиссии докладчики могли дать исчерпывающие ответы. Заведующий кафедрой Донецкого национального технического университета Павел Раскоряка высоко оценил подобный подход. Традиционно меня приглашают на это мероприятие для того, чтобы посмотреть ребят, оценить их творчество. И мы надеемся как раз, что благодаря подобным мероприятиям мы сможем обнаружить этих самородков, которые потом у нас учатся. И мы гордимся и этот техникум, и вообще этот город гордится своими ребятами. Все участники форума распределились по трем секциям – электрооборудование, сварочного оборудования и мехоборудование. В ходе конференции и выставки было представлено немало проектов, достойных внимания специалистов, и даже реализации их в производстве или в быту. Например, Николай Половой, студент Харцизского технологического техникума, презентовал в профильной секции свою разработку – управляемый звонок для учебных заведений. Польза для техникума безусловна. Людям не придется следить за временем и бежать нажимать кнопочку, чтобы звонил звонок. То есть мы можем выставить один раз режим, и когда нам необходимо его будет поменять, мы приходим, нажимаем кнопочку, и у нас уже новый режим, и вновь никому никуда не нужно бегать. Здесь есть режимы, которые мы можем выбрать. Это, допустим, стандартные режимы, по 80 минут пары сокращенные режимы. Ну, в принципе, масса режимов. Николай надеется, что вскоре его изобретение, разработанное совместно с научным руководителем, будет установлено в родном техникуме. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго и до встречи на канале ТВ-Сфера. 17 марта по народному календарю день Герасима Грачевника. Было замечено, что примерно в это время грачи возвращаются домой из теплых стран. В этот день было принято печь пироги в форме птиц и выгонять из дома Кекимор. Каковы представители нечистой силы, грачей не переносят и не заселяются в дома до осени. Наблюдение за гнездованием, самых трудолюбивых по народному убеждению представителей Грановых, давало определенные указания к началу полевых работ. Художник Алексея Саврасова весенние птицы вдохновили на написание картины «Грачи прилетели». У нас она называлась бы «Грачи улетели», так как наша местность как раз и есть те самые теплые края, те грачи зимуют. Завтра 17 марта днем будет сравнительно тепло, плюс 5, но ветрено. Южный ветер 8-11 в порывах до 15, облачно, возможны осадки, дынька. Ночью вероятность осадков сохраняется, температура воздуха 6 градусов, влажность 95%, ветер западный 6-8 метров в секунду.